Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня мы вам покажем скорость монтажа системы водяного теплого пола без стяжки. Основные преимущества системы. Минус 87 кг на метр квадратный по сравнению с традиционной системой со стяжкой. Вы экономите 7 см уровня пола и экономите до 30% за счет минимизации теплопотерь и меньшей инерционности системы. Система состоит из пенополистирола высокой плотности толщиной 4 см, в котором фрезеруются канавки под вашу систему или используются индивидуальные модули. На примере этого выставочного образца рассмотрим из чего состоит система. В стандартной системе есть несколько типов основных модулей. Это поворотные, прямые участки и модуль подхода к гребенке. Также в систему входят теплораспределительные пластины, которые имеют специальную форму для наилучшего отвода тепла. Эти пластины легко укладываются в канавки. И дальше в эти пластины укладывается труба диаметром 16 мм. Труба укладывается просто, надежно фиксируется. Систему мы комплектуем несколькими типоразмерами. Алюминий мы уже подрезаем разной длины. И вы получаете и в комплекте. Толщина алюминия 0,8 мм, что позволяет его легко подрезать при надобности. Система очень проста. С укладкой справится даже ребенок. Мы даем все схемы и комплектующие для укладки. Как происходит укладка системы, смотрите дальше видео. В 12 часов приехала машина с материалом. Мы ее разгрузили, подготовили к монтажу. Сейчас начинаем монтаж. Полы у нас практически в идеальном состоянии. Квартира двухкомнатная. Есть сложные элементы. На кухне планируется остров. Поэтому здесь есть водопроводные трубы. Это займет времени. Маты теплого пола разложены по тем местам, где будут монтироваться согласно схеме раскладки. Всегда с системой теплого пола мы делаем проект и систему готовим к монтажу. И для этого есть схема. Приступим и посмотрим, как это у нас выйдет. Система собрана. Теперь можно приступать к поклейке пенополистирола. Сначала мы все подрезали, систему уложили, все углы свели. Дальше осталось поклеить пенополистирол к основанию. Уложить алюминиевые пластины и трубу. Смотрите дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все приклеено. Можно приступать к укладке теплораспределительных пластин. Пластин. Спасибо. В том числе. Пластины уложены, можно приступать к укладке трубы. Вот так все трубы уложены, можно приступать к подключению гребенки или коллекторы системы отопления теплым полом без стяжки и запускать систему отопления и далее укладывать или плитку через магнезитовые плиты или сетку и армоцементную стяжку толщиной 5 мм. Сетка для этого используется такая. Толщиной 0,7 мм. Сварная оцинкованная три слоя. Постараемся это вам показать. Переходим к подключению гребенки. Подключение к коллектору происходит через евроконус. Это вот такая вот система подключения, в которой есть вот такой вот конус с уплотнителем. Вот эта часть заходит в трубу и обжимается таким обжимным кольцом и гайкой. К подаче мы подключаем трубу, которая идет вдоль наружной стены. То есть для этого контура вот у нас идет труба пошла вдоль наружных стен. Ее подключаем как подачу. Ну и соответственно другую как обратную. Вот по полевинке видно как в кондур набирается вода. Срабатывает воздушный клапан, спускает воду из системы. Этот контур мы набрали. Набираем следующий. Как только шипение прекратится, перейдем к следующему контуру. Система набрана, можно запустить насос. Система заполнена водой. Теплый пол запущен. Можно переходить к укладке напольного покрытия. 43 метра теплого пола по времени заняли 10 часов. Работали вдвоем. Это вы видели на видео. Перед укладкой сетки систему нужно прогрунтовать. Для этого используется грунтовка бетон контакт компании Церезит. После того как мы систему прогрунтовали, она высыхает. Имеет такой вид. Отличную адгезию. И дальше приступаем к монтажу сетки. Для изготовления густармированной аромоцементной микро стяжки толщиной 5-7 мм используется сетка толщиной 0,7-1 мм с ячейкой 10-12 мм. Количество слоев сетки зависит от формата плитки. Чем меньше плитка, тем больше слоев сетки. Для крепления первого слоя сетки используются такие дюбеля. Из пластика применяются для крепления к пенополистиролу. Продаются в любом строительном магазине. Сначала по поверхности раскатывается первый слой сетки и фиксируется дюбелями с помощью шуруповерта или отвертки. После этого укладываются следующие слои сетки с перехлёстом стыков, которые между собой связываются или прошиваются проволокой толщиной 0,8 мм. После того, как сетка уложена и связана, можно приступать к затяжке слоя сетки в эластичный клей для плитки. После того, как клей застыл, можно приступать к укладке плитки традиционным способом. При данном способе укладки плитки каждые 6 квадратных метров нужно оставлять компенсационные зазоры, которые заполняются цветным силиконом в цвет затирки плитки. Также компенсационные зазоры нужно оставлять по периметру комнаты для того, чтобы исключить излишних напряжений и растрескивание фуги после затирки плитки. Для того, чтобы вам было удобно заполнять компенсационный шов силиконом, после нанесения силикона используйте мыльную воду, как показано в видео. Вот так, от момента начала укладки системы водяного теплого пола до окончания укладки финишного покрытия прошло 5 дней. Через 72 часа после окончания укладки плитки можно запускать систему отопления. Если вам понравилась эта система, вы можете ее заказать по телефонам указанным под видео. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода